Добрый вечер и добро пожаловать на программу крупным планом. Программу о тех, кто показал всему миру, как талантливые, хорошо образованные и успешные могут быть люди, родившиеся и живущие в Молдове. Мы продолжаем цикл передач, посвященных 20-летию независимости нашей республики. Герой этого выпуска родился 31 октября 1961 года. В неполные 7 лет переехал в столицу, а в 85-м окончил факультет журналистики Кишиневского государственного университета. Харизматичный, эрудированный и очень противоречивый, он часто оказывается в центре внимания. Мой гость сегодня Юрий Рожка. Добрый вечер, господин Рожка, и спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Добрый вечер. Противоречивая натура – это, наверное, одна из самых исчерпывающих, из коротких характеристик, которые можно вам дать. И мягких. После окончания факультета журналистики Госуниверситета вы работали в газете «Тени Римя Молдовий», потом в литературной редакции «Телерадио Молдова». И через какое-то время стали секретарем комсомольской организации. Никогда не был. Не был? Интернет заполнен. На этом, к сожалению, не довелось мне быть комсомольским начальником. В Тени Римя Молдовии я работал до факультета в 79-м году, не штатным корреспондентом, но с гонораром и с трудовой книжкой. Поступил на факультет, работал на телевидении три года, редактором, литературно-театральных передач, как тогда было. А потом в Музей литературы, в Республиканском музее литературы, старшим научным сотрудником. Ну и после этого уже политика. Вот политика, как все начиналось с Народного фронта? Ну, немножко раньше. Вы знаете, в 86-м году под агидой комсомола была создана Ассоциация творческой молодежи. Это были молодые поэты, художники, артисты, режиссеры. И я попал в эту компанию, так сказать. Вот Михаил Фусу был среди них, Андрей Мудря, Николай Попа руководил нами тогда, Александру Кордуняну. Очень многие известные уже сейчас, скажем, деятели культуры. Ну и ряд журналистов. Это была очень интересная пора для нас, потому что перестройка в Москве уже как-то была объявлена. До Кишинева еще не дошла, и поэтому диссидентствовали, так сказать. Неположенные книжки читали. Это был какой-то молодежно-литературный бомонд с уклоном на политику, скажем так. Но потом через год или полтора нас разогнали, потому что, видимо, не показались мы тогдашнему начальству. Ну а потом уже в 88-м году по предложению Андрея Вартика, режиссера и артиста, царственного небесного, очень близок я был с этим человеком, работал очень когда был на телевидении вместе с ним. Мы создали демократическое движение в поддержку перестройки. Это было 3 июня 88-го года. В Союзе писателей я тогда работал в Музее литературы, который был при Союзе писателей. И среди тех, кто был избран в инициативный клуб, это было человек 25, были ряд писателей, несколько журналистов. И среди них попался я, потому что уже отметился несколькими статьями, которые появились тогда в литературах и арте. Ну, так получилось. Какими идеями вы тогда руководствовались, создавая Народный фронт? Свобода. Это означало завоевание основных свобод. Политические свободы для нас означало свобода слова в первую очередь, свобода собраний и свобода ассоциаций или создания альтернативных политических организаций. Это была довольно трудная работа, поскольку здесь был полный застой. И то, что в Москве приветствовалась республиканская и региональная бюрократия Компартии того даршнего периода, блокировала, преследовала и так далее. Поэтому начинали мы с листовок, с несанкционированных митингов и демонстраций. Сначала это была маленькая группа, конечно. Это было и в первую очередь на основе национального возрождения, под знаком возвращения к латинскому алфавиту, к государственному языку и так далее. Но это уже потом пришли многочисленные сторонники и так далее. Вначале это было очень много народа. Мы собирали подписи в тогдашнем парке Пушкина, берли на публику Штефан Чалмарин нынешняя. Ну и нас сторонились как прокаженных. Люди боялись подходить и подписывать и так далее. Но Компартия помогла. Она выпустила тезисы, ноябрьские тезисы 1888 года, и это уже взорвало общество. Такие вот сталинского типа были их тезисы, и поэтому уже собирать народ было немножко легче. Это, конечно, были и экологические вопросы, очень модные на то время, но это были и вопросы истории, как тогда называлось, белые пятна в истории. Да, вот то, что мы не знали о своем прошлом. Повсеместно в крупных городах тогдашнего Советского Союза происходило то же самое. К моему удивлению, я узнал в августе того же года, что наша организация появилась в тот же день, что и Литовский Саидис, или такое же движение там. Но можно сказать, что нам крышу держал Горбачев, а мешали местные руководители, скажем так. И это была довольно интересная пора. Конечно, большинство из нас это люди, которые воспитывались на ценностях культуры, литературы, истории и так далее. То есть это были люди с гуманитарным, скажем так, уклоном. Мало из тех, кто тогда начинал, потом стали, скажем так, профессиональными политиками и так далее. Но это и нормально. Так произошло везде. Это были трибуны, это были лидеры, которые могли говорить и зажигать общество, скажем так. Говорить правду матку, ругать режимы и так далее. Но создание, построение сначала политической организации, а затем новой страны, это уже совсем другое дело. Это дело профессиональное, которое мы пытались научиться так сходу, так сказать. Ну все начиналось с очень-таки благих намерений. Ну вот как оно развивалось? К сожалению, до сих пор понятие народного фронта у многих связывается с понятием национализма, со вспышкой национализма, причем в самых худших его проявлениях. Вот вы тогда, вы понимали, что рядом с вами живут вполне законопослушные граждане, которые в какой-то момент вдруг стали неуютно чувствовать себя в этой стране. Многие даже боялись выходить на улицу, просто потому что говорили на другом языке. Конечно, понимали. Во-первых, мы живем в таком обществе, в котором не имеет значения, какой ты есть на самом деле. А что о тебе сказали по телевизору, да? Или в прессе. Тогдашняя печать, коммунистическая печать, в общем-то, это клеймо закрепило крепко за нами. Я могу вам сказать, что вот к сведению, что впервые мне удалось выступить на русском языке по телевидению в 2005 году. В 2005 году в передаче Анатолия Голя. Что значит удалось? До этого не давали? Ну конечно не давали. Первая попытка, я могу даже назвать число, первая попытка была 16 июня 1988 года на национальном телевидении. Я помню, потому что в тот день родилась моя дочь, это был второй ребенок. Я пошел с Юрджилом Загаевским, журналистом вечером, который тоже был в инициативной группе, нам обещали дать передачу. Ну пришли и сказали нельзя, все запретили цензурой и так далее. То есть тогдашняя печать, советская Молдавия, молодого сочиалиста, да и молодежка и так далее. Все под указкой ЦК шельмовали нас, так сказать, по всем статьям. Ну конечно завоевание государственного языка и национальных прав было в общем-то большим стрессом для национальных меньшинств, русскоязычных. Потому что в Советской империи был один официальный язык, русский язык. И все равно где ты живешь, в Алма-Ате, в Кишневе или в Новосибирске. Так живет на себя, чувствуешь, а тут вдруг новая страна. Совсем непонятными для многих правилами игры, а что делать, а как быть, а это большой стресс и так далее. То есть вот эти всплески, скажем, при развале Советского Союза, они происходили везде. Я думаю, что это не наша вина, это объективная, характерная черта того периода. Мы всегда руководствовались мирными, демократическими способами и так далее. Вы как-то пытались это предотвратить, вот вы лично? Все наши листовочки были на двух языках. Программа, устав, проекты наших резолюций и так далее. Все наши собрания, съезды и так далее, обязательно кто-то выступал на русском языке и так далее. Но где это публиковать? Поэтому пришлось создавать самиздат, листовочки и так далее. Потом уже и газету Цара, которую мы издавали на румынском и на русском языке лет 10 подряд. И как-то пытались заявить о себе. Но это были несравненные медиаресурсы по этому времени. Поэтому вообще для человека, не превышенного к этому дела, ну что они собираются на улице? Это что-то было вроде хулиганства, что они ищут на улице, чего они требуют от властей. Теперь уже каждый дурак, извините за выражение, выйдет на улицу и чего-нибудь там скажет против режима. А тогда это было что-то на пределе хулиганства, так сказать. Как получилось, что ярый антикоммунист спустя 15 лет стал на сторону тех самых коммунистов? Ну, не стал на сторону. Дело в том, что в пятом году была очень уникальная ситуация. Мне не пришлось выбирать между дестабилизацией и разрушением государства и человеческими жертвами, и минимальной стабилизацией и предсказуемой развитию общества. То есть, просто я был самой яркой фигурой, поэтому это запомнилось. И потом, конечно, пресса помогла, часть прессы, да, потому что мало кто помнит, что в тот прекрасный день, 4 апреля 5-го года, за Владимира Воронина голосовал Юрий Рожко, Владимир Филат, Мариан Луков, тогдашний председатель парламента Дмитрий Дьяков, Олег Серебрян и другие, и другие, и другие. Не голосовали у Рекьяна еще пару депутатов. Но в общественном сознании закрепилось мнение, что Юрий Рожко перебежал на сторону коммунистов. Долго рассказывать, но я считаю, что это было очень просто сравнить. 4 апреля 5-го года, 7 апреля 9-го года. Сами судите, что лучше для страны. А вот сейчас, уже по прошествии времени, вы все еще на одной стороне баррикад с партией коммунистов? А мы не на баррикадах, мы не на баррикадах. Это не было союза, это было нормальное партнерство. Я хочу сказать, что впервые, и по сей день, впервые в истории Республики Молдова мои законопроекты голосовали все единогласно. Все депутаты единогласно. Коммунисты, партия Варикяна, партия Дьякова, христианские демократы. Потому что мои законопроекты, наши, нашей группы, никогда не касались личных интересов или интересов моей партии и так далее. Это были и судебные реформы, это было избирательное право, это был и статус счетной палаты, это был и аудиовизуальный кодекс, это была и проднестровская проблема. Во основном это касалось построения демократического общества, демократических институций. Я очень рад, что мне это удалось. К сожалению, законы, которые мы принимали, скажем, вместе, не всегда отражались в практике. То есть господин Воронин всегда был так открыт и гибок к демократическим реформам. Но это не значит, что законы нужно было ломать при новой власти. Наоборот, нужно было их улучшать и улучшать практики, так сказать, на основании тех законов. Поэтому не нужно забывать, что не случайно 22 февраля 5-го года правительство Тарлиба, первое правительство Тарлиба, подписало план действий Евросоюза Республики Молдова. Я вспомнил, когда Игорь Бацан выступал на одном нашем собрании, он сказал про это происшествие следующим образом. Он как физик сказал так, тезис, антитезис, синтез. То есть то, что произошло, было необходимым, потому что в политике, в отличие от политического комментария, нужно принимать решения и действовать. Ты игрок, ты должен на сей момент принимать наиболее хорошее решение для твоего общества. А поймет народ или не поймет, всем другое дело. Многие называют ваше тогдашнее решение поддержать избрание лидера ПКРМ Владимира Воронина на второй президентский срок политическим самоубийством. Если бы у вас был сейчас шанс отыграть ситуацию назад, вы бы поступили так же? Конечно. Конечно, вы знаете, это все равно, что сказать, что вот этот дурак какой, оказывается, ты пошел на войну, а тебя убили. Чего же дома не сидел там, спрятался за печкой, да? В политике то же самое, просто убивается не всегда физически, а иногда убивается имя же человека. Дело не в том, что произошло, а как это было интерпретировано. Вот и все. Потому что на протяжении четырех лет, с пятого по девятый год, у меня была очень ограниченная возможность объяснить, что произошло. Но если бы даже я не объяснял, мне все равно, поняло меня общество или нет. Я спокоен, я знаю, что я сделаю то, что нужно, и это было благо для страны. А если нет, то что? Поджог парламента и президентура, это лучше. Мне такие революции не нравятся, и я говорю об этом очень спокойно, потому что я организовал многие сотни митингов и демонстраций, они всегда были медленными. Перед этой программой я написала на Фейсбуке о том, что сегодня буду общаться с вами, и меня попросили задать вам несколько вопросов. Итак, вопрос от телезрителя. Почему ваша партия потеряла свое влияние и стала скорее неким кулуарным кабинетом по связям с общественностью? И можете ли вы вернуться в политику и сделать что-либо полезное для страны? Ну, вы знаете, не только в Республике Молдова, но и во всем нашем регионе произошли очень сильные изменения в последние годы. Переформатилось общество. Почему? Потому что финансовые ресурсы и медиаресурсы стали очень важными. Если 10, 15, 20 лет назад можно было выиграть, выбрать, или хотя бы набрать приличный результат, просто общаясь с людьми по селам и так далее, теперь твой успех напрямую связан. Единственное исключение в таком партии. У них, так сказать, электорат дисциплинированный, ностальгически настроенный по СССР, так что у них другая совсем, скажем, ситуация. Все же остальные – это не политические партии, это политические бренды. Ведь на сегодняшний день все равно, что продаешь зубную пасту или ботинки, или партию. Техника общения или манипулирования общинами – то же самое, то же самое. Значит, не мы проиграли, общество проиграло, потому что те, кто выиграли, в общем-то, стали политиками, но не стали государственными деятелями. И я не сожалею абсолютно об этом. Да, мы проиграли выборы от этого, если выиграла страна, ну и слава богу. И мы абсолютно уверены, что поступили правильно. Мы общались нормально с обществом, но общество не любит, когда ему говорят, или избиратель, он не воспринимает просто позитивного, конструктивного месседжа, скажем так. Вот ты против кого? Пока я был в войне с коммунистами, я был хороший парень. Как сказал, ребята, нужно выстраивать страну, подождите. И коммунисты, и либералы, и те, и те, являются частью нашего общества. Вот как можно в парламенте, в правительстве, сообща, что-то делать на благо страны, иногда голосуя вместе, иногда врозь, это не имеет значения. Просто, что я пытался объяснить в последние 5-6 лет, это то, что мы можем быть политическими оппонентами, но мы не враги, и мы должны понимать, что мы разные идеологические и так далее, но страна у нас одна. Поэтому ничего страшного. Я не считаю, что это... Ну, мне лично не очень интересно возвращаться на Крупп. Я был всю жизнь депутатом, начальником и так далее. Я не рвался, меня папа не устраивал, так получилось, да? Но я думаю, что команда, которую я подготовил, которая сейчас руководит моей партией, довольно достойная и крепкая, и она еще заявит о себе. В догонку к вашим словам о технике общения, еще один вопрос от зрителей. Что по-вашему значит уметь общаться? Вы можете сказать о себе, что умеете общаться? И если да, то как вы этому научились? Ну, во-первых, я самородок. Я не учился техникам общения по учебникам, хотя я читаю довольно много. Но для того, чтобы научиться плавать, нужно плавать. Для того, чтобы научиться говорить публично, будь то по телевидению, или в парламенте, или на улице, или в селе, нужно просто это делать. Тогда какие-то навыки приходят. Потом, если это происходит от души, я думаю, что люди понимают. Хотя вы можете рассчитывать, расстояние это как недостаток. Я никогда не подыговываю публике, я говорю то, что я думаю. Я не могу иначе. Я говорю то, что я думаю, то, что я чувствую. Иногда я полинизирую с теми, кто могли бы стать моими потенциальными избирателями. Потому что я считаю, что врать не нужно. И если меня понимают хорошо, а если нет, ну, пусть любят других, нет проблем. Вы славитесь довольно вспыльчивым нравом. Вы жалеете потом, когда не удается сдержать эмоции? Вы знаете, я помню в девятом классе моя первая комсомольская характеристика. Вот в первой школе я учился. Меня классный руководитель пригласил и карандашиком подчеркнуло одно предложение для ленинского райкома комсомола. Тогда готовились эти вот... Порою бывает вспыльчивый. Я сказала, ну, Юрий, ну это же правда. Я говорю, ну, есть такой недостаток. Его очень трудно перебороть. Конечно, я иногда довольно вспыльчив. И это не только натура отрождения. Это и определенная деформация профессионального человека, который все время протестовал. Потому что за мою долгую политическую карьеру чаще всего мне приходилось входить в довольно жесткие отношения с властью. И это накладывало какой-то отпечаток. Потом на меня часто нападали физически. И поэтому иногда, может быть, каверзный вопрос или кажущийся мне неудобный вопрос провоцирует какую-то чересчур бурную реакцию. Конечно, к сожалению, через 5 минут. Поэтому проходит меня быстро, но так же быстро я иногда как-то зажигаюсь. Это, конечно, нехорошо. Но натура есть натура. Вы сейчас вспомнили о своем детстве. Какой вам вспоминается жизнь в Молдавии, когда вы были ребенком, подростком? Ну, для любого ребенка или для любого взрослого человека детство – это райский период. Я переехал в Кишинев в 1968 году. Мне было 7 лет. Я пошел еще год в садик, потому что я был такой мелкий, что у меня в школу просто сказали еще «давай годик, походи в садик». Ну, я породился в селе, в районном центре, потому что, наверное, роддом был лучше, но я жил первые 7 лет в селе Хирово, нынешний Каларавский район. И я переехал в Кишинев. Я совершенно не знал русского языка, конечно, как и любой сельский мальчик. И, в общем-то, адаптировался довольно быстро, потому что все-таки было детство. Я вырос на ботанике. И я третий ребенок в семье. Как шутили в моей семье, что я третий лишний, потому что моя сестра говорила «Мама, у тебя вот был сын, вот была я, зачем тебе Юра нужен был? Он же такой вредный, он у нас третий лишний». Это была дежурная шутка, чтобы меня провоцировать. Но я думаю, что тот факт, что, в общем-то, я родился в семье учительницы, и мама мне всегда книжки приносила и покупала постоянные подарки. Это для меня были книжки. И то, что я вовремя пошел на спорт, с одной стороны чтиво, с другой стороны физическая подготовка. И, в общем-то, когда я стал более зрелым, довольно неплохо это все у меня получилось. И, по-моему, конечно, на меня очень сильно повлияла моя бабушка, которая жила вместе с нами с тех пор, как я родился. Мама моей мамы. До 95-го года, пока она умерла, вот в том году. В общем-то, все мое детство и молодость, мы все время... И бабушка, это было кладом нашего прошлого. Вот, а как было до советского режима? Как было в советский режим? Что такое характеризация? Что такое депортация? Я ведь не по книжкам это знал, а из моей семьи. Хотя... А вот что для вашей семьи означало вот это понятие советская власть? Ну, вы знаете... Я хочу, чтобы вы подумали немного над этим вопросом, и мы вернемся к нему после небольшой паузы. Хорошо. Мы остановились на вопросе, что для вашей семьи означало понятие советская власть. Ваш отец был членом партии, секретарем горкома. Это правда? Нет, не был секретарем горкома. Он был агрономом в селе. Сначала бригадиром, потом закончил заочно сельскохозяйственной институтой в Террасполе. И для того, чтобы стать агрономом в селе и так далее, нужно было членом партии, иначе никак. Потом его перебили в Терренежте, в районный центр тогдашний, в то время наша сила была в Терренежском районе. Потом в Кишинев, в НПО Кодру. Он был заместитель генерального директора научно-производства Днени Кодру в последнее время до пенсии. Ну, для меня это воспоминание моей бабушки, потому что так случилось, что моего деда убили в 1946 году, и он был учителем, директором школы и при румынской власти, и уже первый год после войны. И для нее это было связано... Она 50 лет была вдовой. Для нее это всегда было связано с оккупацией, с красным террором. И то, что не говорила мне мама, говорила бабушка. Так что я знал довольно хорошо от моей бабушки, каков был уклад. То советизация этого края, потом что произошло, что такое коллективизация, что такое депортация и так далее. Потому что они разбежались, то куда сестру маму сослали. Маму не сослали, потому что она уже училась в педагогической школе. Бабушка пряталась, как все тогда в лесах и так далее, пока прошла эта волна. В общем, для меня это... с детства, так сказать, история была частью моего воспитания. И поэтому это неприятие того режима, это было с детства. Когда вы стали интересоваться политикой, помните? Помню. После 10-го класса, когда я не поступил на факультет с первого раза, моя мама повела меня к своей знакомой с молодости, Елена Василакия звали, эту учительницу языка и литературы, чтобы она мне готовила, скажем так. Так вот, для меня этот год, 79-80-е, был очень важным до факультета, потому что тогда я, общаясь с этой очень элитной семьей Василаки, Борис Василаки, Елена Василаки, и я получал от них ежедневно книги. Я начал слушать «Голос Америки», «Свободную Европу», «Би-Би-Си» и так далее, и начинал более глубоко понимать, что происходит в Советской империи, что такое тоталитаризм и так далее. Так что, когда я прошел на факультет, у меня уже с мозгами было все в порядке. Так что я понимал, что происходит, и, конечно, мы не думали, что Советский Союз так быстро рухнет. Но поскольку я в Доме печати, благодаря моему доверному брату Николаю Рожко, попал в круг журналистов и писателей, это были Петру Карари, это были Иоанн Моноскурт, это были Юлия Кыркелан и другие, в общем-то, довольно известные на то время культурные деятели, литераторы, вот в их кругу я, вот как мышонок сидел в углу, там, слушал, что они говорят, о каких книгах, о том, что могут публиковать, что не могут, что такое цензура и так далее. Я работал и в издательстве, я работал на радио, и на телевидении. Вот в этой творческой среде, да, в общем-то, я и набрался всего этого, скажем так, еще до факультета, потом уже на факультете. Факультет был великолепен тем, что он нас, может быть, ничему особому не учил, но тогда же все кончали факультет так или иначе. Но зато было очень много времени для тех, кто хотел читать все, что угодно. Мы ходили в библиотеку Крупская, по тому времени, нынешняя национальная библиотека. В общем-то, чтение запрещенной литературы, сам издата. Потом благодарили себе семье Семеновых. Вот известная журналистка Юлия Семенова, я с ее братом Юрой учился в одной, в параллельной группе. В общем, семья Семеновых мне очень много дала, потому что я там знакомился с Борисом Марианом, кстати, в этой семье. Там было полно уникальных, великолепных книг. Там я узнал про Солженицына, там многие вещи, которые я про Гумилева и так далее, и так далее. То есть для меня в студентские годы это было общение с людьми, которые, в общем-то, намного старше меня и которые, в общем, помогли мне понять кое-что. А вы понимали-то, для чего вы идете в политику? Зачем это нужно? Цель какая-то стояла конкретно перед вами? Ну, нормальное чувство справедливости. Каждый человек хочет чего-то изменить в этой жизни, если он не просто какой-то обыватель. И поэтому, когда я пошел на телевидение в 1985 году, для меня было интересно сразу разузнать, а какие темы табу и какие авторы табу. Кстати, одна из моих первых статей, в общем-то, публиковала список запрещенных писателей и поэтов к тому времени. Это была публикована в литературу Шарта и в газете «Оризонт» другая статья. Нельзя было заниматься классической литературой, нельзя было заниматься Олегу Руссо, Михаилу Кугалычану, Еминевску Выборочной и так далее. Зато можно было получить хороший гонорар, если делать там передачу про Ленина, про советский строй и так далее. И, в общем-то, мне удалось выбить довольно хороший цикл передач, он назывался «Может о мире». И каждый месяц мы делали по одной передаче. Мне посчастливилось работать с Андреем Вартиком. Я очень много работал с Виталием Руссо, очень известный артист и режиссер. Я работал с писателями, с многими зрелыми, интересными писателями. Я имел очень хорошее отношение с Александром Козмеску, известным переводчиком, с Василием Василакем и так далее. То есть для меня эти люди очень многое, очень многое значили, потому что я посещал и библиотеки домашние. И моя работа на телевидении, в общем-то, была в то же время периодом изучения литературы, истории, прошлого и общения с людьми, которые знали, что происходит вообще в мире. Тогда была очень модна латиноамериканская литература. Я зачитывался вот этими авторами. И, в общем-то, когда грянула перестройка, я был на телевидении. И это были постоянные скандалы на комсомольских собраниях, на производственных собраниях и так далее, потому что мы были идеологическими работниками. Ну, в общем-то, я даже трех лет не проработал, и я оттуда с честью ушел, потому что надоела цензура. И я пошел в самое удобное для меня место, в музей литературы. Заниматься классической литературой, то, что я очень любил и любил до сих пор. Но музей литературы, это был при Союзе писателей самое такое диссидентское место в то время. И это было очень здорово. У нас было очень много времени для того, чтобы заниматься чем угодно. И поэтому нас как-то прикрывали, поощряли руководители тогда, тогдашние руководители. Это был и господин Бешляга, Владимир Бешляга. Потом вообще писательская среда для нас была очень важна тогда. То есть вы пошли в политику руководствоваться какими-то высокими целями? Конечно. Для нас демократия, западная модель и так далее, теперь уже не наше подобное. Вот по прошествии лет, мне сейчас интересно, сейчас уже в статусе состоявшегося политика, известного человека, вы не разочаровались в этом? Вы все еще верите в то, что человек, пришедший в политику, в состоянии изменить эту жизнь к лучшему? Вы знаете, я политик перестроечной волны. Я человек, который не пошел в политику для карьеры. Для меня политика и журналистика было и остается одно и то же. Я что пишу, то и думаю, что говорю, то и думаю. Я сам себе спичрайтер. В общем-то, пришлось очень многому подучиться, поездил по всему миру и так далее. И для меня государственное строительство и вообще организация общества очень важна. Я из-за этого и подучил несколько языков, из-за этого и начал заниматься геополитикой и другими вещами, государственным строительством, законотворчеством. Нас в советское время этому не учили. Мы все самоучки, скажем так. Сегодняшние молодые люди привилегированы. Для меня это важно, для меня это является основной в моей жизни. Это как болезнь, ты уже не вылечишься. Политическая карьера – это серьезное испытание для семьи, вот в частной жизни? Ну да, конечно. Потому что все жены в этом смысле почти всегда одинаковые, или я, или гитара. То есть выбор очень трудно делать, потому что, конечно, крупные специалисты в образе менеджмента говорят, что истинный лидер должен уметь заниматься, быть в нескольких ролях. И в роли сына, и в роли отца, и в роли мужа, и в роли и так далее, брата, сестры и так далее. И на работе. Ну, это для обычного человека. Иногда не получается, всегда чем-то нужно жертвовать. Я, например, за последние 20 лет два раза был в отпуске, и то по 5-7 дней. То есть днями и ночами нужно что-то делать для того, чтобы влиять как-то положительно на происходящее. Это не хобби. Это все, что ты делаешь в этой жизни, делаешь искренне от души. Я так чувствую, я так понимаю. Конечно же, если я оглядываюсь назад, уже опыт другой. Вот как бы я поступил бы столько-то лет назад в такой-то ситуации. Ну, на тот момент, или на другой момент, я так понимал, я так чувствовал, и я так поступал. Но я всегда это делал искренне, и я ошибался искренне, если ошибки были, наверное, как у каждого человека. Будучи публичным человеком, вы готовы к тому, что вот ваша жизнь, в том числе и частная, постоянно на виду? Что в прессе обсуждаются какие-то семейные проблемы? Вы знаете, к этому никогда нельзя подготовиться. Я не верю в то, что кто-то к этому безразличен. Всегда неприятно. Всегда неприятно, когда копаются в твоем белье, когда легче стать ньюзмейкером при скандале, чем когда ты напишешь умную статью или выступишь в законодательной инициативе. Ну, как-то это проходит мимо внимания многих. Но, конечно, неприятно. От этого страдает и семья, и дети, и мама, и так далее. Это часть моей работы, никуда не денешься. Этим жертвовать очень трудно. Труднее, чем собой. Были моменты в вашей жизни, когда вы хотели бросить политику, заняться чем-то другим? Может быть, вернуться к профессии журналиста? Практически. Постоянно пишу. И на румынском, и на русском, и на английском. На французском уже разучился немножко. Но единственный раз летом 90-го года я думал, что я сломаюсь. Но ничего, переборол себя, пошел дальше. А что было? Ну, просто нагнетуха, как говорится, такая была. Кругов меня такие. Ну, прессинги с разных сторон. У меня были маленькие дети. Постоянное давление со стороны спецслужб, со стороны разных хулиганов и так далее. Да потом и предательство, и разные такие ситуации были. Очень тяжелые. Потом многие люди, которые считаются светилами культуры, публичной жизни, многое не понимали. Они очень были наивны в политике, и с ними приходилось постоянно полемизировать. У меня долгие-долгие войны были, публичные войны с рядом известных писателей, политиков, в печати, на разных собраниях, форумах. Ну, это не так легко, скажем так. Ну, потом все мои близкие поняли, что иначе нельзя, надо идти вперед. Вы не думали о том, чтобы написать книгу о себе, о людях, с которыми вас сводила жизнь? О чем-то таком, о себе, что люди не знают о вас? Ну, вы знаете, даст Бог, доживу до осени, мне стукнет 50. Я вот как-то сейчас собираю свои статьи, некоторые выступления, речи, интервью с тем, чтобы издать книгу. Это будет довольно объемная книга. Это будет большинство статей и выступлений на румынском, часть из них на русском, часть на английском. Некоторые переведены, некоторые нет. То есть просто, чтобы систематизировать то, что я сделал до сих пор, это будет, может быть, полезно тем, кто интересуется, скажем, историей Республики Молдова или публичными полемиками, в последних 20 тысяч чем-то лет. Это один проект. Другой проект, вы знаете, действительно, мне посчастливилось познакомиться и подружиться со столькими великими, знаменитыми людьми. Это и в Молдове, и в Румынии, и в Америке, и в Европе, это крупные писатели, это известные священнослужители, это бывшие политические заключенные, это политические деятели и так далее. Многих уже в живых нет. И подумывая, может быть, нужно собрать все это воедино, это были ряды интервью, которые я брал у них. Мне было бы интересно собрать, это просто, ну, как, скажем так, долг друга, который моложе, и который, можно сказать, свет о этих людях. Это один проект. Другой, такой более комический проект, я как-то лет 10 назад собирался, и сейчас реже, но в одно время было модно про меня карикатуры рисовать. Много карикатур было, и мы как-то даже собрали в компьютере все эти карикатуры, и я хотел сделать предисловие и позвать всех авторов карикатур на вот такую презентацию, скажем, шуточную. С другой стороны, я намереваюсь собрать все, что писалось обо мне или об моей партии в последние 20 лет в газетах Республики Молдова. Это более академическое, скажем, издание, я так его вижу, чем вот, кто был хороший, кто был плохой персонаж. Просто понять темы, ситуации, причины этих публичных конфликтов и так далее. Это будет довольно объемная работа, потому что ее нужно прокомментировать от и до. Это могут быть тематические главы, это могут быть главы по авторам и так далее. Это довольно интересные длинные полемики были тогда. Тогда у нас только была газета Цара, и мы как-то пытались реагировать на то, что там делает президент, на то, что там пишет официальная печать и так далее. Очень много полемик. Потом уже стало множество газет и интернет и так далее, телевидение. За всем не уследишь. Но мне кажется, что это тоже может быть интересной книжкой. Потом я пытаюсь заниматься, скажем так, дактринальными вещами. Все, что делает моя партия, пытаясь самовыразиться, показать свою платформу, это ведь совсем не стереотипные вещи, это все продуманные вещи, это здесь и сейчас, это происходящее. И свое мировоззрение, свои чувства нужно вылить в политический текст. так что мой основной псевдоним это название моей партии. Я никогда не смогу собрать своих работ воедино, потому что они не авторские, они коллективные. Статьи, наверное, примерно 5-10% от того, что я написал. А вот тысячи страниц, которые я написал, это все были документы политического характера. резолюции, платформы и так далее, и так далее. Возвращаясь к теме вашей партии, переименование. Вы сознательно ушли от слова Народный фронт и пришли к названию Народной фронт. Да, потому что тогда, когда Горбачев бросил клич, мы же тогда настолько были неинформированы, что даже не понимали, что это левацкое название, что такое были Народные фронты до Второй мировой войны в Европе, скажем, да, что это были левые группировки под Пиповым и Коминтерном и так далее, что такое Народные фронты после оккупации восточной части Европы, как они выиграли выборы в 1946 году и так далее. Потом, когда мы начали глубже изучать историю того периода, мы поняли, что, в общем-то, нам не по пути и вообще в Республике Молдова понятия никто не имел, что такое политические доктрины, течения и так далее. И в 1992 году 16-18 февраля у нас был съезд партии, это был третий съезд партии, на котором выступил очень известный румынский писатель, один из лучших христианских писателей Румынии и на тогдашний период известный сенатор Иван Александров. Вот его речь была очень важной для наших делегатов. Я был один из тех, кто наставил на том, чтобы это была христианско-демократическая доктрина. То есть это был такой отказ от воинственности? Нет, это был отказ от наивности, от нашей концептуальной наивности, потому что во всех советских республиках все были народными фронтами. Другие названия были запрещены. Нас зарегистрировали 25 октября 89-го года, как Народный фронт Молдова. Правительство тогда регистрировало, не Министерство юстиции, и с этим названием мы были до 92-го года, февраля. Но, понимая, что наши сторонники, даже члены, привыкли к этому названию, мы делали это постепенно. Мы стали фронтур популар крештин демократ. Потом уже стали партию популар аж в 99-м году. Но таким образом мы как-то пытались подготовить наших. Это были очень сильные полемики внутри партии. Зачем? Какая-то часть наша идентичность и так далее. Но мы говорим, что все это будет описано в наших документах, что это часть нашего прошлого. Но нужно как-то модернизировать наше название. И христианская демократия для нас это было просто возвращение к христианству. к христианскому мировоззрению. Потому что в общем-то то, что мы потеряли в советский период это была наша религиозная элитичность основная. В общем-то коммунец ведь не только забрал политические свободы и экономические свободы, а основной удар был по нашим душам. Вот осознав это мы приняли эту доктрину и на сегодняшний день могу сказать, что к сожалению в Европе зачастую это уже ничего не значит. Я хочу вернуться к разговору о вашей литературной деятельности. Вот для меня настоящим откровением стала ваша статья размышления «Мой Высоцкий». Чтобы зрители поняли о чем я говорю я прочитаю небольшую цитату. «Вы знаете, я счастлив, что Господь Бог наделил меня двумя легкими. Двумя легкими я вдыхаю две культуры румынскую и русскую. Я считаю, что именно в этом и состоит уникальность и неповторимая красота культуры и духовности нашей страны, нашего народа. Мы черпаем свое внутреннее богатство из двух источников и этот синтез культур огромное преимущество, величайший дар судьбы для нас. Вот это удивило очень многих и меня в том числе. Ну, удивило, потому что мало кто меня знает. Меня-то по имени все знают, а какой я и что у меня внутри не всегда удается выразить или не всегда могут расслышать люди. Ну, во-первых, я очень глубоко люблю Высоцкого. Это не мода, это каждый день происходит. Ну, во-первых, Высоцкого, но, наверное, характер. Ну, и политический гений, конечно. Я помню потом день его смерти для меня была личная трагедия и так далее. Но я действительно так считаю. Я вам приведу другой пример, не про себя, я скажу про один из лучших феноменов нашей культуры, театр Юджин-Ненеску. И Петра Уткарова, и основная команда это люди, которые учились в Москве. Или Серджи Продан, пожалуйста, известный режиссер, он учился в Москве. Но это люди, которые вчерпали в себя так здорово этот синтез русской великой культуры и румынской культуры, что они совсем даже не комплексуют. Они одинаково великолепно общаются на обоих языках и они одинаково великолепно работают с артистами двух стран. То есть я думаю, что нужно переболеть вот этими комплексами неполноценности, что вот если я черпаю румынскую культуру, значит, я не дарю русскую культуру или наоборот. Я думаю, что это очень здорово и за 20 лет независимости уже пора как-то исправиться, вылечиться и переболеть всем этими неизбежными болезнями нашей болезни, как страны. Поэтому я действительно читаю что-то так, я чувствую так, одинаково хорошо читаю Есенина Пушкина или Бакове и Менецкую и так далее. Я не мыслю себя только в одной плоскости. Конечно, читаю очень многих и других, зарубежных авторов и так далее, но они не так мне близки, потому что я думаю на двух языках и так далее. Я самовыражаюсь на этих языках. Как донести эту мысль до рядового обывателя? Очень просто. Об этом нужно общаться. Ваша передача «Хорошие поводы». Я думаю, что я не единичен. Я могу сказать о своих друзьях. Это политические аналитики, если хотите, Игорь Бацан или Вазан Антой или Николай Киртуак. Я имею в виду этих людей. Я называю этих людей, может быть, случайно, но это очень образованные люди, которые одинаково, здорово выражаются на обоих языках, у которых нет никаких комплексов, в отличие от многих политиков, которые либо делают крен в одну сторону, либо в другую. И вообще вот эта вот какая-то дурацкая ситуация, что если ты пророссийский, то ты левый политик. Если ты более или менее прорумырский или такой, более такой, на национальных идеалах, которые, не знаю, почему, смотрятся только как аспекты культуры, истории, это очень важно. А экономика, социальные проблемы, медицина, это разве не национальный вопрос? А качество транспорта, а качество жизни вообще? То есть, мне кажется, что это тоже очень такая временное у нас явление, что если ты там очень ненавидишь советское прошлое, то значит, ты правая ботулка. А если очень любишь советское прошлое, вот эта левая ботулка, это очень глупо. Это совсем даже не так. У нас запутались люди в этих доктринах. Но что касается вот этой духовной, культурной части нашей жизни, вы знаете, мало кто замечает, что мы являемся самой гомогенной страной с точки зрения религиозной в Европе. Нигде в мире нет такой страны, по крайней мере, в нашем регионе, где 94, по некоторым подсчетам 96% граждан были бы православными. Это и молдаваны, румыны, это и украинцы, это и русские, это и болгары, гагаузы, это и цыгане, это и многие другие. Это очень важно. А все остальные до 98% христиане. То есть, основная национальная идея должна основываться на христианских ценностях. Это очень важно. Вы сожалеете о чем-то, что случилось или не случилось в вашей жизни? Вы знаете, всегда сожалеешь, каждый день, когда заканчивается день, думаешь, чего не так сделал в течение дня, чего можно было сделать лучше. Но я, если говорить о моей профессиональной работе, я всегда выкладываюсь, на износ работаю. То есть, не могу себя упрекнуть в том, что я сочканул. Может быть, иногда, наоборот, переборщил. Упрекаю себя в том, что иногда в парламенте я с горяча, в общем-то, моим довольно хлестким языком кое-кого задевал. Может быть, не надо, как-то нужно было более, не то, что мягко, может быть, другие слова использовать. Но язык мой, враг мой, как говорится. Вы знаете, что вас за глаза называют Юрий Иванович? Ну, вот я сам себе придумал. Вы знаете, как это произошло? Вот Петр Кириллович Лучинский был председателем парламента. В 1994 году я стал членом бюро парламента самым молодым. там был Петр Кириллович, там был Дмитрий Дьяков, я забыл уже отчество, там был Дмитрий Моцпан, там был Николай Андроник. И они все друг друга по имени и отчеству называли. Я сказал им, господа, либо вы переходите в нормальную форму для молдаван и говорите друг другу дом нуля кутари, дом нуля кутари, или председатель парламента или по фамилии, либо уж называйте меня Юрий Иванович. Причем все почему-то засмеялись, потому что никто, во-первых, я был очень молод, во-вторых, это не свойственно, просто люди иногда не понимают, это просто по советской традиции и узбеков, и татаров, и грузинов, и молдаван, и балтийцев называли по имени и отчеству. Ну, не характерно, у нас нету учества. Вам это не нравится? Ну, нет, почему не нравится? Просто это как-то странно, не так звучит, просто по инерции. Вот у нас учителя, врачи все по имени и отчеству не заместят, если он русский или молдаван. Ну, это не так важно, это не так важно. Просто у нас даже в наших документах не указывается имя и отчество по желанию. Так что кому как, кому как. Спасибо, господин Рожко, за интересный и откровенный разговор. Хочу пожелать вам удачи на этом тернистом пути самосовершенствования и простого человеческого счастья. Спасибо вам. Мы также благодарим за гостеприимство Национальный художественный музей. Спасибо и вам, дорогие телезрители. Мы ждем ваших откликов по электронному адресу, который сейчас появился на ваших экранах. Критикуйте нас, хвалите, если есть за что. Напишите, кого бы вы хотели видеть героями нашей программы. И не забывайте, нам тоже есть чем гордиться. Партнер программы «Крупным планом» студия флористики «Мадам Люфлер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова